Ну и теперь, как обычно, и о других событиях этой недели, о которых мы не упомянули или упомянули о них лишь вскользе, они, тем не менее, заслуживают нашего и, конечно же, вашего внимания. В районе сирийско-ливанской границы ударом с воздуха были уничтожены грузовики, перевозившие из Сирии в Ливан ракеты и пусковые установки. Сопровождавшие груз, четыре боевика Хизбаллы были убиты. Лидеры Хизбаллы признали потери и заявили, что отомстят Израилю за эту атаку. Канцлер Германии Ангела Меркель, посетивший Израиль с официальным визитом, заявила, что Иран представляет угрозу не только еврейскому государству, но и всей Европе. Меркель подчеркнула, что международное сообщество должно держать под неослабным контролем развитие иранской ядерной программы. В Израиле побывала делегация депутатов Государственной Думы Российской Федерации во главе со спикером Сергеем Нарышкиным. В Иерусалиме председатель Госдумы встретился со своим коллегой Юлием Эдельштейном и обсудил с ним расширение межпарламентских связей между двумя странами. Министерство обороны Израиля сообщило об успешном завершении испытаний системы «Небесный щит», предназначенной для защиты гражданских самолетов от переносных зенитно-ракетных комплексов. Система при помощи лазерного луча изменяет траекторию выпущенной в сторону самолета ракеты и уводит ее в сторону.